ДТП за сутки ДТП за сутки Остановить машину удалось примерно через 100 метров Около получаса медики боролись за жизнь 24-летнего пассажира Фита Безуспешно Самый мощный удар пришелся именно туда, где сидел мужчина Водителя и пассажира Хонды доставили в больницу Добавлю, владелец Лады знал, что автомобиль неисправен Дефект в тормозной системе работало только одно колесо Поэтому приходилось 3-4 раза нажимать на педали и использовать ручной тормоз Боковые стекла тонированы, а посередине лобового почти 20-сантиметровая наклейка К тому же мужчина признал, в глазах все плыло, а реакция была заторможена Алкотестер показал 0,905 миллиграммов спирта на литр выдыхаемого воздуха Вряд ли пил только пиво У владельца Цивика несколько ушибов А пьяный инициатор аварии отделался испугом Его спас пристегнутый ремень безопасности До суда мужчину отправили в СИЗО Еще пять человек получили травмы в серьезном столкновении в Ленинском районе 26-летний автомобилист на Ладе не заметил дорожное ограждение На участке проводили ремонт Легковушка протаранила препятствие и на большой скорости врезалась в припаркованный грузовик Водителя и четырех пассажиров доставили в больницу Девушку из салона Лады пришлось вызволять спасателям Инспектора ДПС задержали очередного угонщика У парня хватило навыков, чтобы вскрыть замки А вот справиться с управлением он не смог В 2.30 ночи в дежурную часть поступил сигнал о краже Владелец ВАЗа сообщил, что оставил легковушку на Ватутина А спустя пару часов она пропала Оказалось, шестерку позаимствовал 19-летний парень Далеко уехать не получилось Молодой человек потерял контроль над управлением Машина наехала на бордюр и застряла Тут-то угонщика и задержали патрульные Они установили, прописки определенного места жительства у парня нет Ранее судим он не был Автомобиль вернули собственнику А в отношении хулигана возбудили уголовное дело по статье «Угон» Власти изменили график движения дачных автобусов Их запустят позже, чем обычно Глава региона отметил Большая часть дачников это представители старшего поколения Они находятся в особой группе риска заражения коронавирусом Губернатор призвал пожилых людей не ездить часто на участки Если же на дачу отправились, лучше остаться там продолжительное время Точную дату запуска пригородных автобусов пока не называют Вероятно, это будут первые числа июня Спой, Светик, не стыдись Герой следующего сюжета обычный таксист, но на необычной машине В салоне седана установлена караоке-система Пассажиры выбирают любимый трек и поют, пока едут из точки А в точку Б Некоторые по прибытию не хотят покидать салон развлекательного КБ И заказывают караоке-мобиль повторно Возможность исполнить песни Дмитрий Субботин предоставляет бесплатно Очень уж любит музыку и довольные лица клиентов Дмитрий Субботин называет машину караоке-мобиль В салоне установлены громкие динамики, а к системе подключен беспроводной микрофон Спеть может любой желающий пассажир Для этого надо синхронизировать свой смартфон с магнитофоном через Bluetooth Если такой возможности нет, водитель любезно предоставит свой телефон Заходят на YouTube, ищут ту песню, которую хотят исполнить К примеру, младший лейтенант Аллегрова Они ее включают, я им вручаю микрофон включенный И все, они поют Идея оборудовать машину под караоке пришла к Дмитрию еще три года назад Минимальная сумма вложений 16 тысяч рублей Тогда мужчина не смог единовременно скопить столько денег Помогла пассажирка Очень уж ей понравилась креативная задумка водителя Дала, задонатила пять тысяч рублей на осуществление мечты Я друзьям рассказываю, что они мне говорят, давай это пропьем Как пришли, так и ушли, в принципе Я говорю, нет, вот как пришли, завтра они уйдут в магазин И я куплю то, что я хотел Репертуар в караоке-мобиле разный Зарубежные хиты 80-х, современные отечественные треки И даже композиции 40-х годов В основном поют пассажиры до 30 лет Особое желание изъявляют люди под шофе Большинство просто благодарят водителя за веселую поездку Реже оставляют чаевые Люди сами предлагают, может видят Вчера у меня женщина была, она говорит Я вам доплачу, ну музыку можно погромче У меня музыка вся хорошая 90-е, 80-е, 40-е даже есть Я вам доплачу Ну ладно, я ей накрутил, пару песенок сыграла Она мне 100 рублей сверху дала Протестировать систему мы попросили нашего коллегу И по совместительству любителя караоке Андрея Баева Крошка моя, я по тебе скучаю, я тебя весьма не получаю, ты далеко, ты даже не скучаешь, но я вернусь, вернусь и ты узнаешь, что я далеко, я по тебе скучаю, я тебя весьма не получаю, ты далеко, ты даже не скучала, но я вернусь, вернусь, чтоб ты узнала, В ближайших планах Дмитрия установить на приборной панели планшет, чтобы пассажиры могли видеть текст с большого экрана, а не с мобильника, сделать шумоизоляцию и улучшить качество звука. В основном уже музыку делают на громкость, чтобы там резало уши и тому подобное. Я хочу на качество, ну и без сабвуферов это все дело. Потому что работаю в такси, багажник нужен быть пустой. Пока Дмитрий работает по приложениям таксиагрегаторов. Но в будущем, после переоборудования машины, мужчина хочет набрать собственную клиентскую базу и перевозить исключительно любителей караоке. Цена за поездки, естественно, вырастет. За удовольствие надо платить. На этом у меня пока все. Присылайте свои вопросы на почту, либо пишите в директ инстаграм-аккаунта. В студии работала Анастасия Бойко. Берегите себя и оставайтесь дома. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Анастасия Бойко.